привет друзья в прошлом выпуске художник деревни он закончился этот выпуск на том моменте что мы с барбосами пришли из леса с большим пакетом иван-чая как его буду готовить а буду его готовить именно методом ферментации чтобы он был такого золотистого коричневого цвета вот я обещал показать новом выпуске художник деревни именно в этом выпуске мы с вами и продолжим готовить иван-чай и не только это а еще я хотел показать вам что чуть-чуть из прошлого выпуска доделал вот эту вот работку чуть-чуть ее под шаманил не будем затягивать а сразу идем готовить ферментировать чай друзья мои готовить чай ферментировать очень просто я принес пакет из лесу и неплотно его прикрыл часа на полтора темном прохладном месте я открыл пакет и здесь такая влажность листики уже чуть-чуть стали гибкие вот буквально полтора часа надо выдержать чтобы листики чуть обмякли процесс ферментации это в двух словах говоря надо чтобы у листика выпустить его сок то есть вот так вот память мы его помяли и если разложить листик то он выделил сок вот так все надо сделать со всеми листиками какими методами это делать раньше я брал скалку деревянную раскладывал листики на столе и этой скалочкой проходил в этот раз я делать по-другому поскольку иван-чая у меня не так много то я буду делать это ладонями взял кипу и скручиваю все это дело не просто скручиваю а еще формирую намерение пока кручу чтобы вот этот вот целебный будущий напиток богов послужил людям которые будут его пить во здравие чтоб наполнил их здоровье молодости силами и энергией чтобы забрал все хвори по возможности если он может это сделать но обычно болезни это не так плохо болезни нам даются за то что мы косячим и чего-то не замечаем и чтобы мы остановились и поняли что мы косячим что нам надо как-то исправиться нам даются болезни вот так что болезни надо поблагодарить что они пришли к нам и отпустить с миром если они выполнили свою функцию вот такие листики вам покажу получаются видите запах приятного свеже скошенного сена только восемь раз ароматнее сложность ферментации не в этом не в том чтобы помять и от битепс свой накачать вот кстати битепс у меня уже неплохо накачен я смотрю неплохо накачен или плохо накачен напишите в комментариях интересно ваше мнение так вот чтобы не отвлекаться от темы самый узкий момент самый момент с подводными камнями где можно все испортить приготовление вам чая это тот момент где вот эти листики перекиснут то есть они наберут аромат и если мы вовремя не уберем с ферментации листики то они просто закиснут об этом я все вам покажу чуть дальше пока сконцентрируюсь на намерении чтобы высшие силы через вот эти листики посредством природы и всех сил очищающих и мощных на этой матушке земле напомнили тех людей которые будут пить этот чаек радостью силой богатырской молодостью идеальным здоровьем красотой умиротворением наполненностью душой души вот ой прелесть какая меня видно нет вот так видно друзья очень важный момент к приготовлению иван чая с плохим настроением лучше вообще не подходить вот просто вот лучше выкинуть все что вы насобирали если у вас плохое настроение вы представляете вы в процесс готовки приготовления этого чая на целый год вы вплетете негативные эмоции которые будете пить в течение года не только вы а те кого вы будете угощать и вы не будете понимать откуда вроде пью полезный чай а мне все хуже и хуже поэтому очень очень важное замечание я его и так поману так с радостью с любовью с наслаждением с предвкушением даже не предвкушением а я буквально вижу картинку визуализирую как я зимой буду пить вот этот волшебный напиток и он будет меня наполнять живительной силой и энергией природы омолаживать вот что клеточки нашего тела под действием этого прекрасного напитка регенерировали омолаживались восстанавливались и пели в своем привычном идеальном для них ритме ой прелесть какая ты чайок чайочек чайочек ты чайок чайочек чайочек наполняешь ты нас солнышко наполняешь ты здоровьем славный 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 ты чайочек так готово друзья не забудьте из пакета когда уже все готово достать маленькую жирность возможно она у вас есть всякие букашечки таракашечки их надо отпустить что делаем дальше вот у меня получился вот такой вот пахнущий божественным ароматом готовый на ферментацию чайок что я делаю я беру два обычные пакета один в один вставляю и туда плотненько все это дело помещаю помещаю еще попутно вот так вот прохожу с любовью и все все в этот пакетик складываю прям еще раз мну наслаждаюсь вкусом и отправляю на ферментацию сколько по времени ферментировать вам никто не скажет потому что все это индивидуально все зависит от температуры окружающей среды от влажности где вы будете ферментировать чай но основное условие это закрытый плотно пакет или 3 литровая банка плотно закрыта и самое главное помещенное это все дело в темное теплое пространство не горячее а теплое пространство и как узнать когда чай готов все очень просто я каждые два часа подхожу к пакету его раскрываю и нюхаю вот так сейчас покажу вам пакетик плотно закрыт весь воздух оттуда убираем вот так жали 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 завязали 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 все пакетик готов воздух туда не идет тепло и темное помещение через два часа я подхожу развернул понюхал вкус должен улучшиться до каких пор улучшать вкус другими словами сколько ждать пока закончится ферментация пока вкус не станет райским медовым ароматным травяным вот можно если так выразиться тогда уже все ферментация закончена и нас ждет уже следующая стадия вот если мы передержим ферментацию оно просто скиснет и мы это все все наши труды и всю эту полезную травку мы ее выкинем поэтому я еще раз хорошенько сжимаю чтобы весь воздух вышел прям обжимаю выпускаю весь воздух и плотно плотно вот такую гульку делаю заворачиваю видите как его мало стало здесь он плотно плотно сделан и оставляю на два часа так еще завяжу для верности вот такая гулька но вот эта гулька будет оздоравливать и омолаживать ой друзья что сейчас покажу что покажу я в таком восторге я сейчас приехал с такого волшебного места которое буквально у меня под боком на лесном домике а я о нем даже и не видел и не слышал хотя мне о нем говорили два человека что ж предлагаю взять железного коня и проехать посмотреть то что меня очаровало очаровало пока ферментируется чай решил я прокатиться на железном коне в одно место которое мне советовали абсолютно разные люди и в общем не прогадал недалеко от лесного домика на реке только заехал а здесь ребята с байдарками стоят и очень интересно пообщался то есть ну хочу взять сына и вот здесь с ними прокатиться тем более что деревни здесь вот вообще близко от моей я вам сейчас покажу это место и расскажу чем она примечательным почему мне советовали здесь побывать посмотрите какой загиб реки интересны красивы здесь красота здесь мало людей обычно бывает обычно здесь вообще не бывает кроме двух людей вот смотрите какая даль прекрасная но здесь постоянно обитают два легендарных человека два дедка которые уже много-много лет приезжают сюда на своем запорожце и у них есть именной дуб сейчас мы к нему подойдем и я вам расскажу так вот они на все лето приезжают сюда к ним приезжают люди познакомиться поговорить расспросить про вообще жизнь как они здесь про деревню какая красота какой дуб у меня берет восторг и и вот здесь все лето они проводят что сегодня наверно приехали на байдарках ребята и вот эти двое мужчин решили уже поехать а собственно говоря вот эта река она течет прямо к лесному домику на реке прямо 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 и смотрите какое здесь огромное дерево тоже было посмотрим что еще здесь столики покушать и там тоже столик покушать покушать это целая дубовая роща получается смотрите какие вековые дубы вот сюда приезжай и просто пиши картину ой-ой-ой-ой-ой-ой меня такой восторг разбирает такая красота ну молодцы молодцы и и вы знаете все буквально в километре двух от лесного домика на реке так птички поют солнышко так светит ой-ой-ой-ой-ой-ой не зря не зря я выбрался пока ферментируется чаек а вы знаете друзья есть такое понятие как любовь с первого взгляда так вот она применима не только к людям противоположных полов но и применимо оказывается человека к природе вот я как только увидел это место как только приехал как прочувствовал эту энергетику здесь так волшебно я думаю что непременно надо брать холсты краски может быть палатку хотя может и не брать потому что близко от лесного домика и и просто приезжать купаться наслаждаться и может быть даже рисовать картину а вот первая эмоция которая меня здесь охватила это нарисовать это прекрасное место то есть я словил вдохновение ой не зря не зря ну я заехал так на разведку а теперь надо срочно возвращаться на лесной домике смотреть что там с чайком чтобы его не профукать а еще вот здесь уже зреют орешки вот они какие красивые раннее утро следующего дня я решил сходить к своей липке которая растет прямо за забором и насобирать цветков липкие новое утро новый прекрасный день и само утро я иду к своей липке которая растет прямо за моим забором чтобы насобирать вот этого прекрасного цвета как они цветут сколько здесь гула шмелей возможно и вам друзья слышно как шмели заливаются гулом ой хорошо хорошо ой какие красивые я так люблю запах цветущие липы это такое блаженство это один из трех моих самых любимых ароматов ой 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 какие песни поют шмели сколько здесь гула 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 липовый свет насобирал немножко много его не надо он тоже идет в сборе обычно еще хочу сорвать полыньки которая растет прямо перед входом дом она сейчас сама 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 имеет у меня есть видео отдельная про полыньку то как она творит чудеса давно уже на канале у меня это видео ссылку я вам оставлю в описании и конце после этого видео тоже оставлю ссылку на полыньку очень полезная травка вот это практически почти номер один так что же там с иванчаем ферментации сейчас я вам друзья все расскажу и покажу я не забыл про чаек вчера мой иван-чай ферментировался не два часа не 4 и даже не 6 место было более прохладное темное поэтому ему потребовалось больше времени и уже вечером я уже занес его в баньку и расстелил тонким 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 слоем вот он какой сейчас он уже практически готов даже мы его даже сейчас попробуем собирать я его еще не буду отсюда пусть еще полежит денек никакой температуры термической я не давал здесь темное и проветриваемое место а вот цветки календулы еще еще не готовы так посмотрим здесь два дня назад я положил липу липа уже готова пару штучек для пробы вот и это травка тоже зверобой вчера собирал еще не готов а то что собирал позавчера уже подсушена и готова сейчас я расстелю еще одно полотенчик а на котором положу вот эти травки липку и полыньку и пойдем пробовать наш чаек все травки разложены и теперь можно идти пробовать чаек ему конечно надо больше доходить вот после ферментации после засушки вот этот чаек будет еще наверно месяцев 6 доходить дозревать и все больше и больше будет набирать не только ароматов но и полезность а еще я вам кроме барбосиков хотел показать кое-что прекрасное что выросло недалеко вот смотрите какие красавчики какие вы красивые какая красота пришло время попробовать этот божественный напиток с ложечкой медика прикуску вы знаете друзья вкус отличается вкус ферментированного иван-чая очень сильно отличается от чая иван не ферментированного если можно так сказать коренным образом не только цветом но главное вкусом и главное ферментированный чай будет еще дозревать некоторое время что сделал я я думаю что я правильно сделал я заготовил и такой чай и такой и скорее всего я вам также советую заготовить и ферментированный чай и не ферментированный иван-чай и периодически менять и наслаждаться вкусом будьте здоровы будьте счастливы на этом выпуск объявляю закрытым увидимся в новом выпуске художник в деревне пока 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 Продолжение следует...